МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семінар для прадпрымальнікаў. Свята установы. Гомельская кадэцкая вучыліща адзначала 5-гадовый юбилей. А зараз абгэтэм іншым больш падрабязна. 234 чалавекі было эвакуіровано сёння за ананімнах апавядамлення празамінірованы чыгунношны вокзал на станцій Гомель. На спецлінію 102 званок паступіў 741 раніцы. Телефановаў мушчына, які не прадставіўся. Супрацівники милиції пропонували людзі, які у той час знаходілися у двох будынках вокзала, экстренно покинуть объект. Поздній высветлилося, що поведомління про заминировання було і лживым. На місце проішествия прибыли сотрудники милиції. Они оцепили здання, вивели людей. Всего було евакуіровано 234 человека. Далі провели осмотр поміщення і території. Взрывного устройства обнаружено не було. В дальнішем в ході поискових мероприятий була встановлена личність званівшого, як оказалось, это гомельчанин, 1979 г. рождения, нигде не работаючий. А в настоящее время правоохранительні органі проводять цілий комплекс мероприятий для установління всіх обстоятельств, прайзошедшого. ДА ІНШИХ ТЕМ Гомель з візітам наведала далігація Федерації профсоюзних організацій Чарнігавській в області України. Пачас діалогу со своїми гомельськими калігами, гості обмеркавалі питання соціяльно-економічній обороні правоу работнікав, фізкультурно-оздравлінчай і культурно-масовай дзейнасті. Пачас сустрічі баки підписалі протокол пранаміра абсупрацівніцтві. Пагаднення абу взаємодзенні па між Гомельським обласным об'яднанням профсоюзів і Федерації профсоюзних організацій Чарнігавсьчыны було заключено ў 2012 годі. За гэтай час керівництва об'єдзьвух структур змінилася. Пазнаєміцца особісты і абазначыць шляхи поглыбленні адносін стала галуна і мэтай сустрічі ў Гомелі. Задача у профсоюзних організацій по всім світі одна – оборона правоупрацуючих. А тому подставу для взаємодзения і обмена вопытом шмат. Це обмена опытом, це проведення совместних конференцій, совместной учеби, це робота молодіжних наших організацій. Я бачу, що профсоюзи займаються реальні роботи, що вони реально захищають права трудящихся. Я бачу, якщо відношення білорусської власи к профсоюзам, що во всім підтримка, взаємопонимання, сотрудничество. Тому цю тему я хочу донести до української власні. Саме головне, що ми встретились, то, що ми підписалися протоколом намерений осьотрудничество. Це перший шаг к нашому совместному співпрацю. Ми надаємся, що буде велике будущее в наших взаєміотношені. Тому що проблеми дуже схожі у трудових колективів, у простых робочих, на предприєтах, в організаціях, у учреждениях. Це треба обсуждати, треба щось хороше брати у сосідів, смотреть, общаться. Це найголовніше. Восстановлення зв'язи – це як перший шаг. Чекається, що домову абсупрацюністю баки підпишуть під час візиту у Чарнігів представників профактиву Гомельській в області. Гомель у першиню за 11 годів відновляє регулярні авіазносини з Москвою. Перший самоліт з російській століці приземлівся вчора. Пасажіру зустрікала і наша здимачна група. Гомельський аеропорт 1 червня 11.20. У гэта безперебільшення історичний момент зустрікаць перший рейс з Москви вийшли не тільки офіційні особи і журналісты. Тут і звичайні роботніки. Откриття кожного нового рейса для їх свята. Самоліт між тим проїжджає празводну арку. Гэта авіаційна традиція відкриття кожного нового маршрута. У гістору у гэтый день трапили і 48 перших пасажіров. Все на высшому рівні. І час двадцять в полете, сервіс. Все, ми повністю довольні. І по цені дешевле, ніж в купейному вагоні поїзді. Перевозчик авіакомпанія Сибір. Яна виходить у холдинг S7 Airlines. Гэта другі по масштабах ігрок на російськім ринку пасажірських авіаперевозок. Рейсы будуть ожіцявляць три разы на тыдень. Пасіродах, п'ятницах і неделях. Прикладний кошт билета у Або два баки – 100 доларів. Лайнер «Эмбраер» различен на 78 пасажіров. Дарайшы Москва може быть не конечным пунктом, а перасадочным. Новый рейс значно поскарає для гамельшан вандровання по всім світе. Покупає билет, он сразу покупає билет на всю перевозку, начиная от гамеля до конечного пункта. При этом он оформляє багаж сразу до конечного пункта, ему не нужно будет получать этот багаж в аэропорту трансфера. Авиазносины поміж гамелем і Москвой по куль запланованы до 20 сімого кастрічника. Коли самолеты не будуть пустовать, полеты протягнуть і долей. При низкій загрузці шарговая реінкарнація маршруту Москва – гамель-Москва буде завершена. Але об таких перспективах по куль думать не хочеш. Тим більше, що вже сьогодні билет на особні рейси на Червінь розпродадзі на 100%. Ориентировачна заповненість самолета для того, щоб маршрут був рентабельним – 60-70%. То, що сьогодні відкривається такий регулярний рейс, я думаю, це буде більшим подспором нашим бізнесменам, руководителям, спеціалістам наших предприятий, суб'єктам хазяйства, які постійно підтримують контакти з своїми колегами в Москві, в московському регіоні. Ну і не тільки в московському регіоні, тому що, як мені сьогодні об'ясняли наші товаріщи, що це практично ворота вовсю Росію. А крім'я Москви, регулярні перевозки з аеропорта Гомель все літа будуть ожитявляти у Калининград. Рейс відкривається з 4-го червіння. Але це не значить, що останні часи аеропорт буде пустувати. За пішні годи оживілись чартерні перевозки. Такі самолеты літається у Турцію, Болгару, Чарногору і Єгипет. Самі популярні і бюджетні напрямки. Так само з Гомельського аеропорта для Таїтию сюди швертаються самолеты з белорусскими детьми, які проводять літа на оздоровлінні у Італиї і Гермції. Заходній Сібірі плюс бізнес-авіяція. Агульний план на год не менш як 350 вылітаў. Настасья Кучынская, Валерій Гапанько, Телераде, Кампанія Гомель. У Гомелі прайшоў семінар на тему афіктивного керавання бізнес-працесамі, у якім прынялі ў дзел прадпрымальнікі, начальнікі адделаў продажаў і маркетынгу, і владальнікі бізнесу. Пад час семінара 8 спекіраў професіоналу сваёй справы доволі падрабязно рассказалі прысутным про тоя, як організаваць і аптамізаваць бізнес-працесы ў кампанії. Одін з варіантаў усталяваць на прадприємстві аутаматизовану сістему керавання ЦРМ, у яку ў ваходзять праграмы для збору дадзіных ап-кліентах керавання зделками, контролю за менеджерами, аналітика і прагнозавання. Така сістема паскарае прынятие правильних рашэнў і выключае помылки. Я рекомендую каждому попробуваць ёё потестуваць і понятие на своём бізнесі. На нашым бізнесі ўвеличыліся значительна возможності каждого чоээка. То есть при одном і той же работоспособності мы стали делай до 30-40% больше задач. При одном і том же штаті. То есть, в принципі, это пазваляець ўвеличыць, скажем, эффективність работы кампаній на 30-40%. А кроме того, сёння кожны предприымальнік разумее, што ключавую ролю ў паспяховасті грае не столькі тое, што ён прадае, колькі тое, як ён гэта робіць. Тому па час сустречі размова йшла і про викарастанні інтернет-технології ў прасовуванні бізнеса. Напрыклад, як правільна робіць нативную рекламу ў соціяльных сетках і як працаваць з професійными блогерами. Асобну участку семінара прасвятілі онлайн і офлайн каналам камунікації. С развитием інтернета все думали, що радио і телевидення исчезнут, як класичні медіа. На самом деле, ми получили достатньо мощний інструмент, благодаря якому ми можем матеріали доносити до нашого зрителя, читателя і слушателя в хорошому смешаному форматі. То есть аудиторія, яка зараз може пользоватися контентом телерадиокомпании «Гумель», це аудиторія, яка присутсує в інтернете. Це ті, хто заходять на наші сайты, ті, хто посіщає наші соціальні сети. Развіць оліжбовіх технологій допомагає отсочвать статистику наведванняў сайтов і отримліваць зворотну совість ад корыстальнікаў. З'явління інтернета дало скачок у развіці не толькі електронных, але і аудео-візуальніх сродкаў масової інформаціі, зробівши іх більш доступными і зручными для глядачоў і слухачоў. У Жлобінскім районі на меморіалі децям-махвярам Вялікай Айчыннай Вайны прайшоў масштабны митэнг-рэквіям. Йон сабраў разам людзей розных пакаленняў і національностів. Удзел прымалі працтаўнікі масової улады, обласного управління аддукаціў, миротворцы, ветераны, жыхары района, а так само школьнікі, сірод яких і працтаўнікі делігацій Збранцкай в області. Наперэда дні яны праўхалі на фістываль крыніцца славянскай дружбы. Митэнг-рэквіям прасвятілі Міжнароднаму дню абароны дзяцей. В ягурамках ўшанавалі память юных ахвяр трагеды, якая адбылася ў Червоным Беразе ў 1943 годзе. Тым самым заклікая присутных не допустіць паўтарэння падобнага. Тэму працягня Явгенія Кухаронак. Тут захавана память аб адну із жудасных трагеды вайны. Учасы Велікай Айчынныя на гэты месцы і был створаный дзяцячы донарскі канцлагер. Сюды правозілі падлетку з ўсіх районам Беларусі. Їм было прыкладна ад 8 до 14 гадоў. Кроў збиралі для воинов Вермахта. Тых, хто выжываў, адправлялі на кадржныя работо ў Германию. Такім чынам, каля трох спалавай тысяж беларускіх дзетак стали узніками гэтага канцлагера. Сёння мемариял захававае память об юных ахвярах войны. У них одобрали дзетинства. И наше поколение не си отказнасть за то, якаб сучасные дети доведывались о прожахе войны только со сторонок книг тидокументальных фильмов. Хочем заострить внимание всех на то, чтобы мы именно предпринимали всё зависящее от каждого, чтобы у нас было согласие, чтобы мы мирно, шастливая жизнь. И это, наверное, сегодня на повестке дня один з таких главных вопросов, чтобы сохранить мир, дружбу, согласие между людьми и прежде всего между молодым поколением. Митинг-рэквием заусё да выкликая смуток на души, дзебьон не проходил. Однако ливянки ускладаются до дитячей скульптуры, окветки да фотосдымков. На белой парте мемориала сердце разрывается на частки. Хвилинному учанию память юных Ахвяр Великой Айчиной и белые поветренные шары в небе. Почас оккупации на территории нашей краины было створено 16 концлагерей, у которых находились дети. Амальпалова размещалась и в нашем регионе. Угоды Великой Айчиной вязнями стали больше за 35 тысяч белорусских детей. Их скраденное детинство – докор с далёко хаминулах и напомин про то, что детям завсюду необходна оборона. Не хотелось бы, чтобы это всё повторилось. Хочется мира во всём мире, что и на нашей земле, что на вашей земле. Ведь мир – это прекрасно. Я вас призываю, нам всем это нужно. Пускай на земле будет мир и будет рух. Пусть солнце лучистое все нам сияет, а войн никогда и нигде не бывает. Евгения Кухаронак, Василь Асипцов, телерадиокомпания «Гомель» с Жлобинского района. Святочное мероприемство, организованное в рамках Международного дня обороны детей, подтримала и телерадиокомпания «Гомель». Супрацовники редакции «Радио Гомель Плюс» выехали с веншаванними и подарунками у «Гомельский детячий дом». Тут при патрымсе партнеров отбылось урочистое узнагороджение переможцев литературного конкурса короткого оповедания «Мой дом» под обязанностью Вероники Ворошилиной. Литературный конкурс коротких оповеданий на тему «Мой дом» стартовал у Кастричнику минулого года. За этот час у редакцию «Радио Гомель Плюс» пришло около 400 листов из разных кутков не только нашего региона, а в целом Беларуси на крайнем близкого и далекого замежа. Дославные литературные творы подразнивались апостыли, жанры и ауторским ставленням до окрасленной темы. Улику наибольших ширых и проникненных оповеданий выхованцев «Гомельского детячего дома». В школе часто спрашивают о том, хорошо ли мне в детском доме. Я отвечаю всем честно. Только здесь я поняла, что рядом с нами люди, которым можно доверить любую тайну, которые всегда протянут руку помощи в трудную минуту, которые поцелуют, прижмут к себе и пожелают спокойной ночи. Разве это не счастье? Ведь ты любишь и знаешь точно, что тебя тоже влюбят всем сердцем. Что ты день компетентной журы выбирала два лепши оповеды, які у профессийном выконании по выходных днях учали у вечернем эфире «Радио Гомель Плюс». Организаторы конкурсу признаются, ауторские творы детей, які по разных причинах были одарваны от родного кута и знайшли его у детячем доме, заправды кранают до глубины души. А тому обрать работы перамужцы было особливо не просто. Искренность была буквально в каждой строчке. Понятно, может быть, кто-то помогал им формулировать свои мысли, но то, что искренность и желание по-настоящему тепла, по-настоящему доброты, вот того, чего не хватает нам, может быть, взрослым в этой жизни, а у детей это выражено наиболее актуально и остро. А если это услышит кто-то по радио, может быть, что-то всколыхнется, доброе, разумное, вечное. У знагородить у всех удельников и прамужцев творчего споборництва организаторы выросли символично в Международный день обороны детей. Супрационники Рады Огомель Плюс суместно с партнерами литературного конкурса отправились в Огомельский детяшный дом со святочными веншованиями и подарунками. Тут их так само сустрели гостиные и ветлево. Веселыми викторинами, под шастунками и вядом аж выключено позитивным настроем. Как только мы подъехали, и у нас было много ящиков, много подарков, мы подумали, как мы этого уместим. К нам подошли дети, они были доброжелательные, они здоровались. Я чувствую, что здесь для детей все-таки созданы все условия, чтобы чувствовать себя как дома. Мне очень приятно, это правда. У Международный день обороны детей у Огомельским детяшем доме по доброй традиции ладилось и искравое святошное мероприемство. Всюду с подарунками и веншаваниями пришли представники розных предприемств у организаций и ведомства. Супрацовники Рады Огомель Плюс суместно с партнерами уручили усим удельникам литературного конкурса «Мой дом», книги и солодкие подшастунки. Переможцы творчого споборництва Милана Яновская и Алина Крукова отрымали гоноровые дипломы и электронные книги, как с их допомога отрымливать корыстную информацию для дальнейшей реализации своего литературного таленту. Писала о деревне, в которой жила с бабушкой, как я ей помогала, мне очень нравилось с ней жить. Ну, так случилось, я оказалась в детском доме. В детском доме я тоже люблю, здесь очень много тепла, любви и друзей очень много. Выхованцы Гомельского детячего дома удел у литературным конкурсе «Адрады Огомель Плюс» подтримали за саблевым энтузиазмом и внутренним почутем, подкресливают педагоги установы. Богатые хлопчики и девчинки, як никто інший, разумеют, что дом – тое место, якое повинно быть у кожного человека. И детям обовязково будут чекать и любить. Конечно же, для наших воспитанников эта тема достаточно болезненная, но очень важная. Каждому из них проговорить, что же для них есть дом. На сегодняшний день их дом – это наш детский дом, поэтому многие описывали то место, в котором они проживают сейчас, многие вспоминали то место, которое они по праву считают своим домом, там, где им было хорошо. Литературный конкурс короткого оповедания «Мой дом» на хвалях Рады Огомель Плюс был запущен як экспериментальный проект. И он отримал великую популярность, а тому обовязково протягни свой шлях. Стать удельником творчого споборництва може любы жадаючи. Умовы конкурсу размещены на сайте Рады Огомель Плюс. Тут же знаходятся и аудиоверсии литературных творов-перамужцев. Вероника Ворошилина, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гомель». Белая Русь с любою до дятей. Гомельская областная организация громадского объединения провела акцию, просвеченную Международному дню обороны дятей. Ее удельниками стали выхованцы детячых домов, социальных притулков, шмадетных и малозабеспеченных семьяв, а так само их батьки. Гостям мероприемства показали навучальный спектакль шоу «Калабанга. Привитание интернет-бивай». Он створен на основе популярного мультфильма. Веселый и музычный, разумный, повучальный комедийный спектакль, нагадывая детям про то, как правильно и безопасно корыстаться интернетом. У гульнявой формы юным глядачам расслумачили корысть, а так само шкоду от залишнега поглыблення у интернет. Рассказали про небеспеку для физичного и психичного здоровья, якие подпильновываются доверливых маленьких корыстальников. «Калабок», «Разумник» и «Чолка» стали близкими сябрами миллионам дятей. Интернет – целый сусвет, летать по якому треба умело, осторожно и выполнявшие строгие правила. Каникулы уже начались, чтобы они знали, что интернет – это помимо пользы приносит много вреда. Вот сегодня в игровой форме дети познакомятся с этим. Ну, а в рамках Дня защиты детей все-таки пришли вот сегодня столько ребятишек к нам. Хотелось бы обратить внимание, что все-таки дети – наше будущее, все в нашей стране мы делаем для них. И подобный спектакль мы еще раз проведем уже в преддверии начала учебного года и соберем детей со всей Минской области, детей-первоклассников». «За три месяца гастролей мы проехали 50 городов, более 90 спектаклей. Абсолютно живая игра актеров. Технически это крайне сложно и даже невыносимо иногда находиться им в этих скафандрах, потому что затраты физически колоссальные. Коммуникация с детьми в зале, вы сейчас все это увидите, какая реакция у детей неподдельная. Ну и я думаю, что вот эта наша первая ласточка, она будет не последней». У створенней спектакля «Калабанга» при витании интернет-бивай приняли удел профессионные режиссеры и актеры белорусских театров. Гомельская кадетская училища означала 5-ти годовый юбилей. Мероприемство собрало выпускников разных годов, теперешних кадетов, батьков, педагогов и керовнистов училища. У лику гоноровых гостей были представники силовых структур, установ, адукации, предприемства и организации Гомеля, громадских объединений. Перед початком концерта отбылось агульное построение курсантов, подчас якого урочистую церемонию передачи специально вырабленного гостяга в училищу провели военный комиссар Гомельской области и святар Гомельской епархии. Пять годов для кадетского училища это и знаменальная дата и подведение выникало, а так само початок нового адлику, новые перемоги, поспехи, досягнений, новый штуршок у разведти. В этот день были уручены грамоты Управления внутренних справ, Управление аддукацией, нагрудные знаки и медали людям, які унесли значный уклад розвитё установы. Сегодня 75% кадетов каждый год поступают в силовые структуры. Это МВД, Академия вооружённых сил, Институт пограничной службы. То есть мы видим на выходе свой результат работы. Так как я являюсь пенсионером МВД, то меня радует то, что к эту систему дети идут и поступаемость на сегодняшний день самое высокое по училищу. Гэты, а так сама іншые новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tv.com.by. На этом выпуск завершен. Плённых вам выходных днём до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова